Около 11 утра у ворот Сокольского ЦБК появился тонированный жигуленок. Из него вышли 4 мужчины в масках, вооруженные автоматами и направились внутрь предприятия. Террористы попали на территорию завода через центральную проходную. По пути они взяли в заложники двоих работников и укрылись в дальнем помещении. Первым в милицию сообщил о случившемся контролер пропускного пункта. Несмотря на то, что это учение и террористы условные, ситуация максимально приближена к реальным условиям. О нападении тут же информирует оперативный антитеррористический штаб в Вологде. Первым делом саперы обезвреживают заминированный автомобиль, где взрывчатка примутана скотчем к одному из заложников. Через несколько минут спасенную девушку увозит скорая. Ей понадобится психологическая помощь. Самое сложное на этих учениях – специфика объекта. Спецназу среди десятков хозпостроек нужно найти то здание, где укрылись террористы. После того, как бандиты обнаружены, в штабе принимают решение идти на штурм. Несколько минут ожесточенного боя и террористы обезврежены, а заложники освобождены. После этого начинается ликвидация последствий теракта. По легенде учений, на комбинате бандиты взорвали местную теплоэлектростанцию. Тут свое мастерство показывают вологодские спасатели. При помощи альпинистского снаряжения они спускают в жесткой люльке раненого рабочего. Пока натягивают тросы, другая группа при помощи собак ищет и освобождает из-под завалов бетонных плит еще одного пострадавшего. Третьего спасатели находят в поврежденном автобусе. По словам начальника штаба, учения прошли хорошо. В операции принимало участие более 300 человек из шести ведомств. И все они продемонстрировали пример слаженной работы. Все эти учения направлены на то, чтобы отрабатывать именно взаимодействие. Потому что я уже неоднократно журналистам рассказывал, одно ведомство, правоохранительный орган, спецслужба не в состоянии справиться с последствиями террористического акта и предупредить его. И поэтому наша задача действовать в одном кулаке. Я хотел бы сказать, что Вологодская область в этом смысле, наверное, пример четкой, координированной работы и эффективного взаимодействия. Чиновники тоже не остались в стороне. Главе Сокольского района Сергею Сорогину пришлось решать непростую задачу. Из-за условного подрыва теплостанции весь центр города Бумажников остался без тепла. А это более 10 тысяч жителей. Погодные условия позволяли нам не производить эвакуацию населения, переключиться на внутреннюю циркуляцию, которая позволяет нам в течение 10-12 часов обеспечить теплоснабжение города. А в течение этого срока произвести необходимое переключение на котельную номер 2, которая работает на Тревесном Топкове. Подобные плановые учения проходят в разных районах области каждые три месяца. Следующий на очереди – город Металургов. Очередная тренировочная операция пройдет там в 2011 году. Александр Соколов, Максим Тышковец, Новости Вологды.